да ты окей да всем привет сегодня презентация у нас будет по гид флоу по сравнению 2 гид флоу и себе точным сейчас я шарю экран и стартуем так это подозреваем мой экран пока что нет давайте еще раз есть да супер значит во первых немножечко водных слов на тему того почему как бы мы на голан комьюнити общаемся агите вот на самом деле уже была презентация по гиту на интернал синкапе на нашем аккаунте гошном значит она есть в открытом доступе я в логпосте потом добавлю на нее ссылку и если вкратце говорить была насущная проблема с гид флоу когда люди использовали исключительно branching flow принятый у нас как стандарт на аккаунте вот и в общем то это не создавало существенных проблем но работать значительно стало проще если использовать ребейс флоу потому что на одном из из проектов на нашем аккаунте было достаточно много людей и приведение ребейс флоу появились все плюсы о которых мы будем сегодня еще дополнительно говорить но если вкратце более чистая история меньше мусорных комитов легче работать с гитом в целом вот я дам ссылку на вот этот ток ток сегодняшний это переработанный добавленный убранный в сравнении с предыдущим током значит в общем давайте стартовать о чем в начале вот на часть вообще о чем речь и что такое branching flow что такое ребейс флоу зачем что-то менять и все такое branching flow наверняка знаком многим суть branching flow гита в следующем допустим у вас есть какой-то репозиторий с которым в котором у вас есть линейная история там мастер или develop в общем основная ветка в которой идет разработка на вашем проекте да когда кто-то начинает работать над фичи обычно когда происходит создается ветка в нее добавляются какие-то коммиты она отправляется на рию потом добавляются какие-то фиксы их снова ревьювят потом кто-то пока вы ревьювились пушит другую фичу да вы вынуждены поразовывать конфликты которые там появились вы мержеваете это ваша основная ветку вашу фичер ветку значит после этого вы там пушите какие-то фиксы конфликтов которые возможно появились при этом и после этого вы уже наконец-то в мержеваете свою ветку вашу основную flow работает но с увеличением количества разработчиков он может становиться сложнее и сложнее вот например пример для трех человек да допустим три фичер ветки какой-то момент кто-то мержится потом остальные вынуждены мержить его себе потом еще кто-то мержится снова себе в общем выглядит это достаточно сложно даже для трех человек когда разработчик становится еще больше и поточных веток может быть больше чем 3 кто-то еще возможно забыл отбранчиваться не от мастера от какой-то другой фичер ветки в общем ситуация начинает становиться сложноватой для сравнения ребей с флоу выглядит так все точно так же у вас есть мастер ветка вы бранчуетесь от нее эти фиксы появляется какой-то комит в мастер ветки запушенный кем-то другим вы вместо того чтобы мержить вот этот появившийся сверху комит вы рыбаетесь вы рыбаетесь поверх него он оказывается снизу здесь вы сквошите ваши комиты в один и делаете fast forward merge и ваша история после вашей разработки в которой вы сделали три комита может быть даже больше да выглядит теперь как один комит в мастер ветки и такое ощущение что ваши ветки которые вы до этого создали вроде как не существовало вовсе сейчас это выглядит как магия возможно для тех кто не знаком с ребей с флоу поэтому перед тем как я буду сравнивать а сравнение само по себе займет не так уж и много времени я хочу подробнее остановиться на том что же под капотом ребей с флоу происходит перед тем как мы перейдем непосредственно к ребей с флоу я хочу устаканить несколько терминов которые я буду использовать для того чтобы не было недопонимания мы сразу их сейчас здесь показан флоу от для гид команд который происходит с вашим репозиторием с локальным индексом с локальным репозиторием и с ремонт репозиторием много информации но ключевых моментов я хочу чтобы вы здесь отметили несколько всего лишь несколько первый тот код который вы разрабатываете тот который у вас лежит в непосредственно в файлах на вашем компьютере называется вашим workspace или working 3 я могу его называть в процессе презентации когда вы добавляете файлы вашему workspace они не сразу появляются в гите чтобы они появились в гите да то есть появились детей имеют ввиду в локальном репозитория впоследствии в ремонт репозитории да вам нужно выполнить вначале сделать гит-эд всех файлов которые вы добавили на вашей файловой системе тогда они попадут в индекс и после этого сделать гиткомит после этого не попадут в локальный репозиторий вот ну из кушим они попадут в ремонт вот поэтому три термина working 3 ваши файлы на файловой системе индекс то о чем знает гит но то что еще не лежит в локальном репозитории и локальный репозиторий это то что вы закоммитили да все файлы которые закоммитили с одним или несколькими коммитами окей для того чтобы понять как работает rebase да нам надо начать вначале с такой команды как reset которая используется rebase под капотом где всего три типа ресета я рассматриваю все три для того чтобы понять разницу почему именно hard используется rebase в процессе работы но так как я сейчас только что сказал airbase когда он работает под капотом использует git reset hard помимо харда есть еще mixed reset и soft reset значит mixed reset это reset который выполняется по дефолту поэтому когда вы сделаете git reset можно не указывать явно микс то просто git reset и дальше параметры будет выполнен mixed reset в чем же отличие трех ресетов разберем это на примере для начала инициализируем git репозиторий добавим туда три файла пустых и закоммитим их по очереди тремя разными коммитами наша история тогда будет выглядеть вот так то есть просто линейные три коммита один за другим файл 1 2 3 после того как мы сделаем reset все равно какой история будет выглядеть одинаково для всех трех ресетов у нас уберутся два коммита которые мы добавили в которых мы добавили 2 3 файлы останется только первый коммит с первым файлом в чем же разница значит в софтер сете когда вы делаете софтер сет ваши файлы вот эти два и три они останутся в индексе то есть git удалит их из локального репозитория да и уберет из их из истории да вот эти два коммита но они останутся в индексе как будто вы сделали создание их на файловой системе и сделали git add обоим файлам mixed reset с другой стороны он их уберет из локального репозитория и также из индекса теперь эти файлы будут untracked то есть как будто вы не делали git add просто создали файлы на файловой системе да еще раз то есть на софтер сете у вас они будут в индексе git о них знает на mixed reset git о них не знает они просто останутся на файловой системе hard reset вообще убирает эти файлы и из индекса и с файловой системе как будто их никогда и не было один момент по поводу ресета может сложиться такое впечатление да вот как будто вот у вас допустим в вашей истории есть три коммита в мастер ветки и вы сделали в какой-то момент фичер добавили туда два коммита и создается такое ощущение как будто бы reset просто берет и убирает ваши коммиты типа вырезает как будто их отрезает от мастер ветки на самом деле это не совсем то что reset делает он берет так как в gt в ветке это всего лишь лейбл грубо говоря на цепи коммитов да просто лейбл которая висит на каком-то хэше на каком-то коммите все что делает reset он берет и переносит этот эту лейбл в то место куда вы ему скажете да то есть если вы делаете хет тильда 2 он перенесет эту лейбл на два коммита назад соответственно если после ваших коммитов ничего нет они как бы уберутся из истории потому что на них ничего не показывают никакая злойб не указывает то есть допустим ситуация следующая вы находитесь на ветке feature 1 и за вашей веткой создано еще одна ветка в которой еще два коммита сделано на и вы например находясь на ветке feature 1 хотите сделать reset на два коммита назад что произойдет reset уберет вашу лейбл да но коммиты останутся на месте потому что за ними есть еще коммиты которые указывают другая ветка теперь будет создаваться такое впечатление как ветки feature 1 вовсе не существовало а и она будет точнее вот здесь находиться на master m3 все коммиты будут идти друг за другом и здесь будет лейба ветки 2 ветки feature 2 понимание этого важно для последующего понимания того как работает rebase значит take away note я кратко проговорю я потом оставлю ссылку на github pages с этой презентации вы сможете более подробно почитать очень кратко софт у нас есть три типа ресетов видите airbase под капотом использует gith reset hard который просто ресетит как будто бы полностью типа как будто загружает историю на вот конкретный момент времени на момент времени коммит коммита вот этого которого здесь укажите другие два ресета это софт и микс миксд ресетит все кроме файловой системы а софт ресетит все кроме файловой системы и индексом то есть все имеется ввиду только ваш локальный репозиторий переходим непосредственно к бейзу целиком полностью синтаксис ребейс ребейса выглядит следующим образом у вас есть три параметра до два параметра просто аргументы один указывается меткой он то для ребейса что они означают первое это то какую бранчу вы хотите ребейсить второе с чем вы ее сравниваете и третье куда вы переносите ваши коммиты ребейс работает следующим образом в начале он делает чекаут того что вы указали как целевая бранча потом он сравнивает какие коммиты находятся в разнице между бранч и upstream и это и и эту разницу у вас будет там куда указывает ваш бранча то есть но когда вы сделаете чекаут у вас будет head находиться на бранче то есть по факту вычисляется разница между upstream и бранч и сохраняется во временную область потом выполняется git reset hard на upstream то есть то с чем вы сравниваете после этого делается чекаут куда вы сравниваете и после этого на то куда вы ребейситесь все коммиты которые были сохранены во временную область оплаяться один за одним сложно поэтому на примере с картинкой допустим я хочу вот эти три коммита f1 f2 и f3 перенести на мастер например я в какой-то момент понял что я отбранчивался нет той бранчи от какого-то эксперимента который мне вовсе не нужен и я хочу просто чтобы здесь была линейная история типа от мастера три коммита в моей фичи соответственно мне надо взять эти три коммита сравнить с экспериментом да то есть я вот хочу вот в этом месте отпилить грубо говоря мою бранчу и дальше целевой бранча указать мастер это я и делаю я сравниваю фичер с экспериментом и ребейшу на мастер что делает ребейс вначале он сделает check out feature потом он сохраняет коммиты f1 и f3 во временную область потом он делает git reset hard эксперимент то есть обстрим наш тот которым зали с чем мы сравниваем соответственно наши три коммита убираются потом он делает check out того куда мы делаем ребейс то есть мастер и он аплодит один за один одним коммит из временной области изначали f1 потом f2 потом f3 итоге получается картинка такая которую я хотел я хотел ее видеть снова момент помните мы говорили в ресете о том что на самом деле коммиты не исчезают лишь только в том случае если за ними нет других коммита соответственно если у нас например фичер эксперимент ветки поменяются местами я захочу точно также переместить вот эти три коммита на мастер если я сделаю это то мы получим вот такую ситуацию да то есть эти коммит когда выполнится reset здесь эти коммиты не уберутся f1 и f3 они останутся потом они заплавятся сверху на мастер еще соответственно наша история будет иметь дубликатные коммиты об этом следует помнить что будет с ребейсом если у вас будут конфликты допустим у нас такая ситуация вы делали какую-то свою фичу в своей веточке вы сделали там три коммита и кто-то перед вами запушил какую какой-то коммитом 3 и допустим он конфликтует с вот этим вот вторым коммитом который у вас есть в вашей ветке если вы выполните такую же команду ребейс такую же имеется ввиду что вы возьмете вот эти три коммита сравните с мастером из ребейс сделать ребейс поверх того же мастера до произойдет следующее они снова сохранятся во временную область сделать сделаться reset сделаться check out мастера они начнут один за одним применяться поверх мастера вначале 1 потом 2 и на в этом моменте гид увидит что у вас конфликт и ребейс остановится у вас есть два варианта первый гид ребейс аборт самый простой но он не решает ваши проблемы все что он сделает это сделать reset вашего репозитория как будто бы ребейса никакого вовсе не было вариант второй это порезолвить конфликты и сделать гит ребейс континью значит следует помнить о том что когда вы будете делать резолв конфликтов у вас здесь не будет еще вашего 3 коммита то есть вы не увидите кода из 3 коммита у вас будет здесь состояние вашего репозитория на момент коммита номер два вашей ветки лишь после того как вы произволите конфликты руками поредактировав файлы сделайте гид от всех этих файлов выполнив команды гид ребейс континью ваш поверх вашего второго коммита в котором были конфликты заплывается уже третий коммит take away notes для того чтобы выполнять гид ребейс вы делаете чекаут вашей фичер бенчи делайте ребейс поверх ветки которого хотите заребейсится если вы на ту же ветку собирать если вы хотите перенести ваши коммиты с одной ветки на другую вы выполняете полный синдекс из ребейс команды часть 3 интерактивный ребейс на самом деле к предыдущей команде ребейса добавляется всего лишь одна опция интерактив все остается точно так же единственное что меняется у ребейс когда будет отрабатывать то есть когда будет перед тем как оплатить коммиты из временной области он допустим он откроет текстовый редактор и предложит вам что-то сделать с вашими коммитами лучше это смотреть на примере поэтому я сразу привожу пример с тремя файлами которые были ранее когда мы создавали гид репозиторий добавляли три пустых файла коммитили их один за другим допустим я хочу сделать ребейс интерактивный двух файлов на эту же ветку что будет происходить откроется текстовый редактор перед тем как оплатить эти два коммита которые я ребейсу он предложит что-то с вашими коммитами сделать по умолчанию он просто делает им пик пик это значит что он просто возьмет этот коммит и как он есть так и добавит его поверх той ветки куда вы делаете ребейс вы можете менять порядок коммитов то есть я могу сейчас переместить файл 3 выше файла 2 и тогда порядок коммитов изменится есть еще несколько опций вы прочитаете о них отдельно на нас привлекает опция squash которая будет воспользоваться вами достаточно часто в ребейс флоу что делает squash если вы пометите как один из коммитов как squash гид совместит вот эти два коммита в один или несколько или больше чем два коммита в один добавив все изменения в этом коммите в коммит который находится выше после того как вы сохраните изменения выйдете из текстового редактора снова открывается окошко которое предложит вам модифицировать месседж результирующего коммита который собирается из двух после того как вы сделаете подходящего message история изменится следующим образом вместо двух коммитов после файл 1 будет один заскошенный коммит с двумя файлами и наконец последняя часть которая относится к ребейс флоу это fastforward у нас есть два способа как мы можем мерджить ветки друг с другом в гитте это fastforward merge и не fastforward merge значит обычный мердж без явно явного указания fastforward или не fastforward будет мерджить по своему усмотрению то есть если возможен fastforward merge он смержит по fastforward если fastforward merge невозможен он будет мерджить просто создавая merge commit указывая флаг но fastforward вы будете коммитить всегда без fastforward даже если возможно закоммитить по fastforward а если вы укажете флаг только fastforward и будет мерджить только по fastforward звук пропал да да меня замутил кто-то да не слышно так да я повторю последнюю фразу fastforward merge будет мерджить вас fastforward merge будет мерджить по fastforward только если возможен fastforward merge в случае если он невозможен гипс упадет с ошибкой пример допустим что делает fastforward merge на самом деле он просто берет и переносит метку бранчи в которую вы мерджите вашу фичер бранчу просто дальше по истории естественно это возможно только если коммиты фичер бранчи находятся поверх той бранчи куда вы мерджите на то есть в случае если я захочу мерджить фичер бранчу в мастер по fastforward в этом случае fastforward возможно а вот в этом нет потому что коммиты находят у мастера из комит который находится по истории после фичер бранчи в случае с fastforward гипс просто берет и переносит метку мастера выше по истории а используя флаг ноу fastforward даже в ситуации когда fastforward возможен гид явно сделает мердж коммит в случае когда fastforward невозможен решением проблемы для того чтобы смержится по fastforward вы хотите выполнить fastforward merge естественно вам надо перенести эти три коммита таким образом чтобы они были после этого коммита для этого вы выполняете ребэйс заодно сквошите все три коммита потому что у вас два мусорных фикса один большой коммит ребэйс и сквош поверх последнего и теперь можно выполнить fastforward вот мы получаем эту ситуацию как будто вашей ветки вовсе не существовало будто вся работа которая сделана над фичей запущена в одном большом коммите я повторю тот ребэйс флоу о котором я говорил в самом самом начале презентации теперь мы знаем что под капотом происходит еще раз у вас есть мастер бранча вы начинаете делать вашу фичу вы делаете первый коммит отправить на ревью делать возможно какие-то ревью фиксы пока вы выявились кто-то там запушил другую фичу чтобы был возможен fastforward merge потом для того кто будет мерджить ваши изменения вы ребэйситесь сквошите вместе с вашим ребэйсом и потом человек вмердживает ваш коммит в мастер по fastforward и у вас один чистенький коммит со всей информацией о вашей работе которые вы сделали итак преимущества ребэйс флоу о котором мы говорили по сравнению с бренча на флоу чистая история я создавал скриншотики так чтобы индии прошли они с одного из проектов которые заадоптили вот этот вот ребэйс флоу о котором я говорю вот так это просто снапшот с истории этого проекта вот так у них выглядела история видно кто что здесь в общем небольшой хаос после того как ребята начали использовать ребэйс флоу история выглядит примерно следующим образом соответственно история упрощается мусорных коммитов становится меньше да соответственно коммиты типа фикс фф и прочее там review фикс конфликт фикс и прочее они убираются из вашей истории они не информативные их можно соскошить с действительно информативными коммитами которые были добавляли большую функциональность и навигация репозитория становится простым простой это в том смысле что например вы хотите посмотреть кто внес какие-то изменения в какой-то из файлов вашего проекта вы делаете get blame смотрите на коммит и случае с бренчинг флоу когда много коммитов вы можете увидеть какой-то месседж в стиле фикс и фамилию коммитившего вам придется делать гитлог искать этот коммит смотреть в каком марж реквесте это было добавлено смотреть какие еще были коммиты в этом марж реквесте в случае с ребэйс флоу вы просто делаете get blame смотрите на месседж идете читаете менеджер 1 коммит недостатки естественно если недостатки ребэйс флоу деструктивен мы в презентации не рассматривали ситуацию с ремонт ветками а именно в этом кроется подводные камни если вы делаете ребэйс вы меняете историю себя локально и вам придется переписывать то есть пушить с форсом на ремонт чтобы эту историю на ремонте перед переписать как следствие того что эта команда деструктивная вы можете потерять информацию об авторинге например если работают на твиче несколько людей вы можете потерять информацию о том кто будет информация только о том кто заребейсил заскошил то есть если до него работали люди которые допиливали функциональность перед вами или вместе с вами информация о том что они что-то делали в процессе работы над веткой потеряется изначальная дата когда создала создана ветка тоже потеряется и третий недостаток флоу не такой простой как мердж флоу для исполнения да то есть много тела движения надо сделать для того чтобы поддержать вашу ветку в актуальном состоянии потом впоследствии и маршить когда стоит использовать ребейс когда вы сами работаете над вечер веткой для того чтобы убирать лишний комиты даже в том случае когда вы не работаете сами над вечер веткой когда вам следует перенести ошибочно созданную ветку с одной ветки на какую-то другую ветку когда не стоит использовать ребейс а когда несколько людей работают над веткой когда граф истории не линей имеется ввиду когда у вас есть какая-то ветка в которой мерджились еще какие-то ветки в общем у вас какие то есть там мерджи кросс мерджи всякие такие вещи ребейс подобного подобной ветки поверх другой ветки будет осложнен это возможно но это значительно сложнее и вам стоит задуматься над вопросом а стоит ли овчинка выделки и перед тем как я покажу как вам можно нас этапить ребейс флоу на гитлабе несколько слов о том что ребейс флоу мердж флоу это не черное и белое то есть не будет такой ситуации что вы или или либо либо использовать то есть в реальных проектах используется и мердж флоу и ребейс флоу ребейс используется в основном на твиче ветках отдельными разработчиками когда вы делаете какие-то небольшие или дробленные таски по вашим историям из жира а мерджи используется например когда вы создаете релиз ветки и вы добавляете в них hotfix из вашей из вашей основной ветки например вы можете захотеть это делать мерджами ввелись ветку то есть в реальном репозитории присутствуют частички как ребейс флоу так и мердж флоу наконец как это настроить в гитлабе я еще раз напомню ребейс флоу состоит из трех основных частей первое это непосредственно сама команда ребейс которую вы выполняете интерактивно и в которую входит второй элемент сквош и вы вы после того как вы выполняете ваши изменения у ребейс эти ваши изменения сквошить их тот человек которого вы поставили как а ассайний в вашем эрджи квесте делает фастфорвард в ваших фастфорвард мердж ваших изменений делая история линейный вынудить гитлаб мерджи только фастфорвардом можно настроив вот эту опцию в общих опциях вашего репозитория выставляете вместо мердж коммита фастфорвард мердж в случае если фастфорвард мердж будет невозможен гит будет предлагать вам либо сделать ребейс если нет конфликтов что делает эта кнопка она берет ваши коммиты и переносит поверх самого последнего коммита целевой ветки то есть если вы мерджете 3 коммита в мастер нажав эту кнопку вы переносите их поверх самого последнего коммита в мастере сквош естественно придется делать вручную а так как я говорил о том что ребейс деструктивная команда возможно вы еще захотите на гитлабе защитить ваши ветки которые вы не хотели бы историю которых вы не хотели бы переписывать к ним возможно относятся мастер возможно develop ваши релиз брончи которые сдаются в аут карты не здесь гитлаб вам подскажет как это сделать на этом все возможно у вас будут какие то вопросы да возник вопрос возможно ли марш конфликты во время сквоши да спасибо за вопрос мердж конфликты во время сквоша смотрите по факту сквош это добавление вашего коммита в предыдущий и если получается так что вы выставляете одному из коммита в сквош то перед тем как он его заапплает и засквошит он увидит что конфликты и он остановится точно так же как при ребейсе без сквоша после того как вы порезовываете конфликты в этом коммите который сквошится и сделаете гитлабейс континью он засквошит ваши заразовыванные конфликты в предыдущий коммит то есть все происходит сквош работает уже после розовыва конфликта после того как вы порезовывали их спасибо а таке питание как что например два коммита как у нас было в прикладе и для обоих указать сквош а сейчас еще раз решаю то есть что что делает сквош на по сути он берет ваш сейчас я найду до какой-то из картинок которые лучше будет да вот например у нас три коммита из которых мы делаем один то есть когда вы указываете в вашем текстовом редакторе у вас будет тогда три файла три строчки которых будет когда вы сделаете гитлабейс интерактивный поверх мастера да то есть вы выполняете что-то вроде гитлабейс интерактив мастер вот что вы выполняете для вот этого случая после того как вы выполните эту команду вас откроется текстовый редактор в котором будет написано пик фичер инейчел пик фикс пик фикс Вы изменяете для вот этой строчки пик на сквош и для этой строчки пик на сквош. И после того, как вы выйдете, сохраните изменения в текстовом редакторе, выйдете из него, гид что сделает? Он все то же самое. Сохранит во временную область и начнет оплаять их. Вначале вот этот commit, потом вот этот он сквошит в предыдущий, и этот он сквошит в предыдущий. То есть в засквошенные два вот этих, засквошить еще третий. То есть по-любому должен быть один пик. Не можно так, чтобы все сквошили. Да, да, то есть у вас должен быть commit, в который вы сквошите. Ага, дякую. Возможно, еще есть вопросы? Спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно. Да, дякую, Дим. Насправді, было очень интересно. У нас не то, что вопрос. Ну, мы, как команда, которая адаптовала этот workflow, то я могу узнать, что у нас есть и декий такой панический страх, или, в общем-то, что какие-то изменения будут втрачены, або притруются старыми, например, правками. То есть, когда мы ребейзимы, мы изменим историю, то есть старые камни теоретически могут стать новыми. То есть, там еще, я не помню, ты зауважен на том, что не стоит держать долго бренджение ребейзимы. Да, ну, в общем-то. В продакшн-режиме бажано триматись, да, якомога свежейшой версии относительно, там, головной бренджи, там, develop або master. И не делать, ну, т.б. Лонг-лайф-бренши теж не бажано робити.